Всем привет! Меня зовут Вячеслав Кан, я директор по цифровым продуктам группы компании РУС. И сегодня я расскажу про омниканальный диджитал в наружной рекламе. Прежде чем начать рассказывать про сам продукт, хотелось бы традиционно начать в нескольких важных цифрах. Первая цифра — это объем цифрового инвентаря. За последние несколько лет количество цифрового инвентаря увеличилось почти в три раза. И на сегодняшний день доля цифрового формата составляет 30% от всего уличного инвентаря. При этом цифровой формат уже присутствует не только в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках, но и также уже присутствует в городах с населением 100 тысяч плюс. Если смотреть данные мониторинга Admetrix, то уже по состоянию на сегодняшний день цифровой формат в том или ином виде присутствует абсолютно во всех городах, которые входят в зону мониторинга. А это Москва, Питер, 48 городов и регионов, и это еще не считая Московской области. И таким образом можно констатировать тот факт, что уже по состоянию на сегодняшний день можно запускать масштабные федеральные рекламные кампании, используя только цифровой формат наружной рекламы. При этом рекламодатели отдают все большее предпочтение цифровому формату. Если смотреть данные мониторинга Admetrix за три квартала прошлого года, то доля затрат рекламодателей именно на цифровой формат составила 53% от всего объема инвестиций в наружную рекламу. А по итогам всего 2023 года эта цифра уже составила 56%. То есть больше половины всех рекламных бюджетов в наружной рекламе приходится именно на цифровые носители. При этом цифровизация затрагивает не только традиционный уличный инвентарь, который мы все видим, то есть билборды и суперсайты, она также активно происходит и в других каналах out of home. В частности, речь идет про транзитную рекламу, это метро, аэропорты, это вокзалы, это бизнес-центры. То есть все те каналы, где мы дополнительно взаимодействуем с наружной рекламой, если находимся не конкретно на улице. И благодаря такому плотному проникновению цифрового формата, можно сказать, что уже за пределами дома или офиса сформировалась новая единая цифровая среда, с которой представители аудитории начинают взаимодействовать с момента, как он переступает порог своего дома. Таким образом, можно взаимодействовать с аудиторией вне зависимости от того, как она передвигается. То есть если человек ездит на личном транспорте, или он использует активный общественный транспорт, или вообще передвигается пешком, в любом случае он так или иначе будет соприкасаться с цифровой наружной рекламой в том или ином формате. И благодаря проникновению цифрового формата стали доступны новые модели размещения. То есть то, что раньше в традиционной наружке просто было технически невозможно. И один из таких примеров – это продукт, который группа компании «Рус» запустила, называется «Бренд Бум». Он позволяет рекламодателю за очень короткий промежуток времени, то есть это однодневная рекламная кампания, получить очень широкий охват аудитории, при этом взаимодействие с аудиторией будет происходить в нескольких форматах. То есть это и уличные конструкции, это и реклама на транспорте, вокзалы, бизнес-центры, то есть несколько точек соприкосновения. В базовый пакет продукта, если говорить про Москву, входит размещение более чем на 11 тысячах экранах разного формата, то позволяет достичь охвата более 70% за однодневную рекламную кампанию. А если говорить про Санкт-Петербург, то количество экранов, доступных в данном решении, более 400, и количество экранов будет увеличиваться как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, поскольку цифровая сеть группы компании «Рус», она постоянно растет и развивается, в Санкт-Петербурге более 60% тот охват, который обеспечивается с помощью данного продукта. Как один из примеров, который хотелось бы показать, как это выглядит вживую, это кейс для телеканала ТНТ, который мы реализовали в рамках спецпроекта, посвященного 25-летию телеканала. С момента своего запуска продукт «Брендбум» вызывает повышенную заинтересованность со стороны рекламодателей. Представленный кейс – это лишь один из множества проектов, который был реализован. Мы наблюдаем высокую заинтересованность и спрос со стороны рекламодателя, и в том числе это связано с тем, что есть определенные ограничения, то есть на количество таких рекламных кампаний, то в городе мы запускаем в месяц не более одной рекламной кампании, возможно, реализовать, поскольку действительно это такое яркое решение, которое задействует большое количество цифрового инвентаря, поэтому возможности с точки зрения продвижения по количеству рекламных кампаний в месяц ограничены. Уважаемые коллеги, спасибо большое за уделенное внимание. Если у вас есть какие-то вопросы относительно наших продуктов и конкретно по продукту «Брендбум», вы всегда их можете задать нашим менеджерам, которые вам с удовольствием помогут по контактам, указанным на сайте группы компании «Рус». Спасибо большое.